Китайская идея Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия. Мы сумели представить потенциал нашего региона, рассказать о гостеприимстве, о внимании к перспективным проектам и, конечно же, продемонстрировали готовность к сотрудничеству. И с нашими регионами-партнерами, с которыми мы связаны уже с соглашениями о сотрудничестве, и с нашими бизнес-партнерами наших предприятий, с которыми мы совместно с компаниями Самарской области провели дополнительные переговоры, так и с потенциальными инвесторами, инвесторами и крупными компаниями, которые рассматривают Самарскую область как регион для реализации своих проектов, локализации производств на территории Российской Федерации. Со многими нашими потенциальными партнерами это не первая встреча. Мы имели возможность рассказать о Самарской области, о условиях ведения бизнеса в ходе визитов делегаций тех или иных предприятий, компаний КНР в Самарскую область. Сегодня мы продолжили эти переговоры, уточнили позиции, проговорили дополнительные условия для сотрудничества и рассчитываю, что уже до конца года мы вновь сядем за стол переговоров и продолжим разработку совместных планов. Этот визит в КНР стал успешным для нашего региона. Мы сделали еще один шаг вперед для сотрудничества с нашими друзьями, с нашими братьями из КНР. И, конечно, особый статус подчеркивал участие президента страны Владимира Владимировича Путина в этом масштабном форуме. Именно президент задает импульс на сотрудничество между нашими государствами, нашими народами, на межрегиональное сотрудничество, которое мы стараемся воплотить в жизнь. Редактор субтитров А.Семкин